Когда я прочитала эту статью, на меня нашел просто, вы знаете, такой, что я на разрыт, на разрыт просто плакала дома, вот просто в каком-то отчаянии. Говорит, смотрите, вот что с тобой творят, и потом вот это вот писать. Бурю эмоций у Татьяны Ярославны вызывает маленькая заметка в газете «Шанс». В ней компания «Лидер Инвест» предлагает пожилым людям мастер-класса финансовой грамотности. Но для 73-летней пенсионерки безобидная колонка сродни издевательству. Якобы именно эта фирма, по словам женщины, выудила у нее миллионы. Все началось в 2014-м. Татьяна Ярославна копила деньги на квартиру для внука, хранила их в банке. Затем наткнулась на «Лидер Инвест», чьи тактичные сотрудники предложили женщине заманчивые проценты за вклады. Сначала она отдавала деньги по чуть-чуть, потом пошли крупные суммы в несколько сотен тысяч. Пенсионерка уверяет, ее словно загипнотизировали. В транс она погрузилась еще глубже, когда началась черная полоса. Женщина лишилась мужа и любимого внука. А сочувствующие коммерсанты оказались рядом, как близкие родственники. Мне звонят ночью и говорят, что убили внука моего. Представляете? Вот все. И муж, и деньги здесь. И сейчас внука убили, и голова вообще ничего не соображает. Когда внук-то умер, они еще у меня попросили семьсот. Видать, ну я уже вообще была, у меня последние были. Они видели мое состояние, вот просто видели, что я уже никакая. Все это вылилось в слепое доверие, щедрые расписки, наспех напечатанные договоры купли-продажи. И только потом пенсионерка начнет подозревать, что ее деньги уходили на дачи и машины бизнесменов. Ей же возвращали какие-то ничтожные проценты. Женщина рассказывает, что отдавала суммы трем лицам. Один, по ее словам, за решеткой за мошенничество, другого след простыл. А с третьим, Евгением Матвеевым, ныне директором лидер инвеста, пенсионерка судится. Его фотография красуется в газетах со знаменитой бабой Леной. К нам же руководитель фирмы, офис которой находится на Дзержинского, 26, не выходит. С Евгением Николаевичем можно поговорить? Ну, сейчас мы звоним. Мы можем поставить свои компактные данные и с вами созвониться. Ожидаемо никто не перезвонил. А известные нам номера Матвеева недоступны. Пенсионерка пыталась и через полицию разобраться. Написала пять заявлений. Говорит, в отделении один из ее обидчиков кое в чем даже признался. Мы когда с ним пошли в полицию, с Кривогоза, он так и сказал. Он не сказал, что я кому-то дала. Он сказал, у нас в фирме 3 миллиона. Он так и сказал с полиции. У нас в фирме 3 миллиона моих денег. В городской полиции нам рассказывают, что заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в отношении одного фигуранта». Опрашиваются и другие лица. Дело сложное и запутанное, заявляют силовики. При всем при этом Татьяна Ярославна признает, сама виновата, что подписывала бумаги, которые ей подсовывали. Но это явно низко – дурить пожилых в сложные минуты. Теперь, разбирая кипу бумаг, одинокая пенсионерка готовится к очередному судебному заседанию против финансово-грамотной фирмы. Давид Абаджан, Иван Марков, Павел Генце. Новости Прима.